Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все необходимые работы планируют завершить до конца этого года. Модернизация производства позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить ассортимент. Тенденция рынка такова. Требуется больше снековой группы. Мощность предприятия не может себе позволить выпускать больше. Поэтому было принято решение инвестировать в оборудование для производства снековой группы. Что нам это даст? Это 80 дополнительных рабочих мест и объем выпуска в 2,5-3 раза. Предприятие существует уже 26 лет. На нем работают 670 человек. «Савва» выпускает в сутки до 100 тонн мясных и колбасных изделий. Всего более 200 наименований. Продукцию поставляют 40 регионов России, в том числе в Свердловскую и Тюменскую области, Приморский край, Татарстан и Крым. Оборот компании за 23 год составил порядка полутора миллиарда рублей. На окраине Уфы собираются построить туристическую базу. Объем вложений в проект составляет без малого 50 миллионов рублей. Базу отдыха разместят в Калининском районе Уфы, недалеко от торгово-развлекательного комплекса «Планета». Инвестор изучил территорию и рассчитывает на упрощенное подключение к инженерной и коммунальной инфраструктуре за счет расположения в черте города. Глава региона высоко оценил проект и пообещал оказать содействие по включению его в перечень приоритетных. Земельный участок в таком случае будет предоставлен на льготных условиях. Базу отдыха, модульные дома, бани, кафе, рестораны, большая пляжная зона, детские площадки, спортивные площадки, конференц-холл еще. Также Радзи Хабиров предложил изучить тонкости государственных программ по развитию туризма и глэмпингов и в случае соответствия параметров получить дополнительные субсидии и преференции. Машкортостан увеличил экспорт муки в три раза. За четыре месяца года местные производители отправили за рубеж 4200 тонн продукции из пшеницы и ржи. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что кроме увеличения объемов поставок муки, расширилась и география стран. Ее активно закупали Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года экспортировали 1400 тонн продукции переработки зерна в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Туркменистан. Экспортные поставки муки из республики растут с начала года. В январе за рубеж 602 тонны, что более чем в два раза больше, чем в январе 2023 года было отправлено за рубеж. Всего в прошлом году экспортировали 12 тысяч тонн пшеничной и ржаной муки. Это в три раза больше, чем в 2022 году. Впервые поставки осуществили в Афганистан. Три миллиарда рублей направили в этом году в Башкортостане на подготовку и проведение летней оздоровительной кампании. Из них 2,5 миллиарда выделили из бюджета республики, сообщила на заседании Комитета госсобрания начальника отдела Министерства образования и науки Лира Терегулова. Стоимость пребывания ребенка в стационарном лагере составит 1190 рублей в день, питание 150 рублей. В этом году почти 1800 организаций примут 495 тысяч человек. Более 2500 мест предусмотрели для детей участников специальной военной операции. Традиционная республика примет гостей из Луганской и Донецкой народных республик. Уже третий год подряд на нашей территории отдыхают дети из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В этом году планируется 1200 детей. Тысячу детей из Луганска и 60 взрослых. И 200 детей и 12 взрослых из Донецкой народной республики. На сегодняшний день уже составлен предварительный график заезда этих детей. Мы практически должны стартовать с 1 июня. Сейчас в детских лагерях проводят очистку территорий и ремонт зданий, в некоторых капитальные. В этом году из федерального бюджета направили 144 миллиона рублей. Из республиканского бюджета на создание модульных корпусов в четырех организациях. Работы стартовали в начале марта. Ради Хабиров принял участие в международной конференции «Россия. Исламский мир». Мероприятие с участием руководителя федеральных органов, глав регионов, представителей различных конфессий и экспертов состоялось в Казани. К участникам дискуссии обратился заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. По его словам, власти недружественных стран вбивают клин между народами России и даже представителями одной и той же национальности и религии. В этой связи необходимо еще больше работать над укреплением взаимного доверия, минимизацией рисков и межнациональных, также межконфессиональных конфликтов. По словам главы Башкортостана, наш регион представляет собой сплоченное общество, состоящее из 150 народов и национальностей. Задача властей поддерживать и укреплять это единство. Мы обратили внимание, с какой активностью, с какой подлостью пытаются расколоть мусульманские нервы России. Даже пытаются расколоть внутри мусульман и православных в России. Поэтому мы это на себе чувствуем. Но, знаете, прежде всего, отпор дается в самом многолетнем существовании мусульман и людей православных, людей других национальностей и религии. Поэтому здесь у нас какая-то прививка есть. Кроме того, есть необходимость усиливать экономические связи между странами, где исповедуют ислам. Этому может способствовать реализация эксперимента по так называемому партнерскому финансированию. Напомню, что в него включены 4 региона страны – Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центральным банком на сегодня, юань-доллар сдали позиции китайской валюты на 2 копеек до 12 рублей 58 копеек, американская – на 33 копейки, курс – 90,92. Евро, напротив, подорожало на 7 копеек до 98 рублей 89 копеек. И лучшие обмены курса к этому часу – покупка юань в новиком банке за 12,90, продажа в совком банке за 12,95. Покупка доллара в Быстробанке и Промтрансбанке за 91,30, продажа в Быстробанке за 92,80. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке Финам за 100 рублей 11 копеек, продажа в Быстробанке за 101,30. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.